Представляю вашему вниманию шприцы для набивки колбас. Значит, шприцы бывают разные, они бывают побольше, поменьше. Вот этот вот шприц трехлитровый, он небольшой для дома, для хозяйства, для небольшого такого колбасного производства. Вот это шприц пятилитровый. Значит, он состоит из следующих частей. Емкость для загрузки фарша, она съемная, можно ее разделять. Вот такая вот она внутри. Значит, здесь вот гайка для крепления различных насадок, как у мясорубки. Значит, в насадке комплектуется шприц четырьмя насадками. Большая, средняя, еще поменьше и совсем маленькая для тонких бараньих череп. Сейчас мы сразу и набьем колбаски, чтобы всем было понятно, как работает этот агрегат. Закрепляем шприц. Закрепляем шприц. Набивать можно и в установленном состоянии, так и в снятом, как кому удобнее. Так, это мы отставляем, как нужно. Черевы надеваем сразу побольше, чтобы колбаска получила из лины. Потому что шприц позволяет сразу забивать большое количество колбасы. Работает он быстро. Наполняем емкостью фарша. Удобно наполнять при снятом цилиндре. Большой удобство в том, что фарш мало содержит воздуха, в отличие от мясорубки. И при набивке мы еще дополнительно его уплотняем. Потому что когда фарш в воздух, то образуются пустоты. Обратите внимание, что фарш довольно крупно нарезан. Крупными кусочками. Примерно одинаковой величины. То есть он не мелкий. Побольше, поплотнее. Еще при наполнении так вот подтрамбовываем его. Чтобы больше влезло. Опускаем. Опускаем до касания спаршек. И переставляем ручку на другую передачу. Мы переставили ручку с быстрой на медленную. Она медленная, но очень сильно давит. И немножко продавливаем фаршек. Фарш показался отсюда. Чтобы череву не надавить много воздуха. Завязываем узелок крепко. И можем набивать нашу колбаску. Когда останавливаем шприц, давление сразу же прекращается. В отличие от мясорубки, которая давит постоянно. Даже когда нажимаешь кнопку. Вот одна колбаска у нас получилась. Но фарш еще остался. Сейчас мы наполним шприц. Не снимая емкость со станины. Переставляем опять на высшее лимоно. Обратный клапан позволяет поднять шприц. Не создает валку в емкости. Делаем из фарша такие шарики. И заправляем. Поскольку у нас фаршем емкость заполнила только до половины. Мы быстро опускаем поршень. Переставляем ручку на другую скорость. И дальше делаем уже как и... Это вообще показатель, с какой он легкостью проталкивает крупный фарш. Сейчас мы попробуем крупный фарш набить в тонкую баранью череву. Посмотрим, с какой легкостью шприц будет эту череву наполнять. Хотя фарш, как мы видели, очень крупный у нас. Чтобы очистить цепку, нужно скатать маленький шарик из салфетки или из полиэтиленовой пленки. И можем жарить и пропихнуть сквозь цепку. И цепка у нас останется чистой. Делается это вот таким вот образом. Через 100 дней у нас продавлю. У нас будет красивая тонкая сосиска из крупно нарубленного фарша. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Остатки дожимаем в плотку. Обратный клапан, который установлен в поршни, позволяет быстро поднять шток. Добавляем в плотку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Комочком салфетки выдавливаем фарш наружу. Все чисто. 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 Все чисто.